Здравствуйте! В этом видео я расскажу вам о разных методах сборки ребер на кубе 4х4. Самый первый и самый простой это когда мы ставим одно ребро, потом замещаем его каким-нибудь несобранным и у нас получается одно собранное ребрышко. То есть это мы смотрим еще синий-белый, ставим напротив этого, видим какое-то несобранное, замещаем, возвращаем. У нас собранное синий-белое ребро. Таким методом можно собирать, но это не будет достаточно быстро. Другой метод это сборка 2 за 1 раз, то есть мы берем он зеленый-белый, еще один зеленый-белый, рядом с ним желтый-оранжевый, вот он стоит, совмещаем, ставим, и у нас они возвращаются, стоят рядышком. Вот и так далее мы продолжаем, то есть вот эти два ставим, это сюда, они совместились, ну и так далее. Это сюда, эти вместе соединятся. Готово. Так, синий-оранжевый, зеленый-оранжевый. Так, кстати, можно также делать спаривание ребер, держа, ну смещая слои не вертикально, не вот так, а горизонтально, вот так. Ну это кому как удобней. Так может быть удобней, потому что все движения У, вот, но есть минус в том, что здесь ребра располагаются как сверху, так и снизу не собранные, и нет такого обзора, как вот в случае, когда мы их вот так смещаем, то есть мы можем посмотреть справа и слева, вот, а снизу как-то, ну, у нас так вот, два ребра находятся на фронтальной стороне. Ну вот, сместили. Ну так, так у нас ребра собираются. Итак, следующий метод, о котором я расскажу, это метод, которым пользовался Юнакаджима. Вот, в принципе, это тот же самый метод полос, но адаптирован для Куба 4х4. Ну и мы сначала видим два каких-нибудь ребра на кусочках, совмещаем их, и вот у нас получаются полосы. И дальше мы замещаем их, там, каким-то другим кусочками. Вот, собранное ребро у нас есть, я вижу, что здесь зеленый-белый, здесь зеленый-белый, я зеленый-белый ставлю вниз. Вот, они совместились. Ну и так далее. Вот синий-желтый, вот, еще на этой стороне. А, ну в принципе у нас еще одно ребро само собралось. Это убираем, остается другая сторона. Вот синий-белый, вот, дальше красный-белый, желтый-оранжевый. Ну и последний-то зеленый-красный. Вот. Мы его сейчас убираем сюда, и потом я вот его вытащу, это ребро, и вставлю сюда, и это сюда. То есть я их поменяю сейчас. Я так сделаю, потому что вот этот кусочек, когда мы восстановим полосы, он встанет сюда. То есть мне нужно, чтобы зеленый-красный встал вот сюда. Вот, он встал. У нас осталось три несобранных ребра, они легко делаются за одну комбинацию. Так, 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 все, готово. Следующий метод, о котором пойдет речь, это метод Сюша Амура. Не могу гарантировать, что то, как я его понимаю, полностью соответствует то, как он его собирает, вот, но попробуем дать примерное понятие. Вот. Сначала делается вот такой вот сдвиг слоев, и потом мы видим какой-нибудь кусочек, вот, к примеру, желтый-оранжевый, ой, белый-оранжевый. Слои у нас будут сдвигаться в ту сторону, потому мы ставим белый-оранжевый вот сюда. То есть когда я вот эти слои сюда сдвину, то он у меня встанет рядом с этим. Вот, я его ставил. Аналогично делаем со следующим, синий-желтый. Также его ставим. Вот. И последний, это синий-оранжевый. Вот. Теперь мы их сдвигаем, и у нас собралось раз, два, три ребра. Вот. Дальше мы берем следующее. Красный-желтый. Берем, ставим его здесь сверху. Так, зеленый-желтый. Вот. Это должен быть тоже сверху. Так, и зеленый-белый. Он должен быть снизу. Делаем сдвиг. У нас три собранных ребра. Вот. И остался последний сдвиг. Вот. У нас красный-белый. Так. Желтый-оранжевый. Вот они, напротив. Так. И зеленый-красный. Так, где же у нас? А, вот. Всё. И как итог, у нас осталось три не собранных ребра, которые решаются очень быстро. Раз. Всё. Такой вот интересный метод. Да. Стоит отметить, что Асюша Амуру стал чемпионом мира на чемпионате в 2009 году.